Ну что, готовы к теням? Сегодня у нас расклад «Какая тень препятствует, да, мешает твоему счастью». И начнем расклад, который мало кто посмотрит, потому что все же любят расклады такие, как он думает, как он кушает, что он делает и так далее. Но сегодня расклад, который мало кому будет интересен. Итак, немножко мы с вами познакомились, да, увидели заставку, увидели, что там не десятилетний мальчик, я не виноват, что у меня голос такой. Ну что поделаешь? Итак, давайте начнем, да, наш расклад. В конце каждого варианта буду говорить, в каком аркане ту или иную тень прорабатывать. Тени посмотрим на Таро, поэтому теневые стороны. Сразу скажу, тень – это то, что мы не принимаем, то, что мы пытаемся не замечать в себе. То есть это маленькие какашечки в нас. Поэтому такие расклады большинство людей, которые любят говорить, что они поп-земли и они идеальны, такие расклады людей триггерят. И они могут смело ставить дизлайки там и не смотреть просто такие расклады. Сегодня расклад для тех, кто любит думать. Как бы это ни звучало для кого-то обидно, да, но я заметил тенденцию, кстати, прошутся по Ютубу. Люди смотрят в основном расклады с кричащими назвами. Что ты делаешь с ним там? Или там он сытся без тебя. Или там и прочее, прочее вот такое, да. Но у меня все скучно. У меня, еще раз повторяю, для тех, кто любит думать, так скажем, да, они скучают 24 на 7, по 20 лет сидит в окошко, смотрит и на жизнь свою забил. Встретил одну девочку на Ютубе, название канала не буду говорить. Она тоже делает психологические расклады, у нее тоже очень мало просмотров, но расклады, конечно, достойны. И это говорит о том, что людям, ну, реально не хочется думать, не хочется что-то работать. Может быть, интересно сидеть в своем болотце, так скажем, да, и говорить, как я выйду из зоны комфорта, если я в нее не зашла. Именно тот образ жизни и есть ваша зона комфорта. Что ничего не делать, потому что у меня все равно ничего не получится. И смотреть расклады для развлечения только. Ну, пожалуйста. Ну, заметил, что вот, да, действительно, расклады по теням делать невыгодно. Потому что вам проще заплатить 20 тысяч психотерапевту за час, чтобы он вытянул вам тень. Зачем? Бесплатно оно не ценится, да? Ну, что поделаешь? Раз не видите ценности, то, конечно же, обращайтесь к психотерапевту. Тень вытянуть с ее обозначением, да, и как проработать и так далее. Стоит 20 тысяч в сутки, говорю, в час. Пожалуйста. Поэтому, что ж, я себя обесценивать не буду. Я не буду обесценивать никого. Но я вот сделал такие выводы, что проще смотреть, как он покакал сегодня и жить в своем болотце. Потому что интереснее многим, чем смотреть психологические расклады. Ну, что ж поделаешь, я же не изменю этот мир, да. Но хотя бы я привлеку тех, как та самая девочка, которую я увидела. То есть привлеку тех, кому интересно работать над собой. А кто хочет поработать глубже над собой, да, добро пожаловать в проживание арканов, да. Там каждую тень вы проработаете и повернете в свою жизнь, как говорится, в лучшее русло. Выйдите, как говорится, из своего болотца. Вот. Ну, что ж, начнем наш расклад. Итак. Итак. Эта карта у нас первого варианта. Эта карта второго варианта. И эта карта третьего варианта. Выбирайте свою карту. И мы с вами сразу начинаем с первого варианта. Тройка кубков у нас. Сразу еще раз повторюсь, да, что мы смотрим тенивые стороны. Потому что вы сейчас скажете, как это может быть плохо, когда тройка кубков – это карта радости, дружбы, празднования и так далее, да. Но мы смотрим тенивые стороны. И поэтому по этой карте первая тень, которая мешает твоему счастью – это чрезмерная зависимость от одобрения, от признания других людей. Ты слишком сосредоточена на том, чтобы удовлетворять ожидания и потребности окружающих. Вместо того, чтобы слушать свои собственные желания, свои собственные нужды, да. И это приводит к тому, что ты жертвуешь своим счастьем ради поддержания гармонии в отношениях. Ну или для того, чтобы частью группы какой-то стать, да. И по этой карте еще одна тень – это поверхностные связи, да, и недостаток глубины в отношениях. Тройка кубков, она же у нас символизирует социальное взаимодействие, да, радость от общения. Но в теневом аспекте это означает, что ты уделяешь слишком много внимания поверхностным связям. Не углубляясь вот в действие, как сказать, не в действие, а в более значимые искренние отношения. Не углубляешься. И это приводит вот к чувству пустоты, да, неудовлетворенности от взаимодействия с окружающими. То есть, когда радость от общения, она исчезает, и ты вот остаешься наедине с собой. Есть такая вот, как говорится, высказывание – одиночество в толпе. Вот, это ты, это тень. Это тень, это не является правдой, это твоя установка. И тройка кубков, она также указывает на проблемы с границей во взаимоотношениях. Ты можешь быть вот слишком открытой и доступной для всех, и не оставляешь себе пространства для личного там времени, для личного какого-то восстановления, да. И это истощает твою энергию. Это приводит к твоему эмоциональному выгоранию. Поэтому важно научиться устанавливать здоровые границы, да, и заботиться о своем вот эмоциональном благополучии, чтобы сохранять баланс вот между социальными взаимодействиями, да, и личным временем. И еще один аспект, который может мешать твоему счастью – это страх одиночества. Потому что ты же кидаешься в такие поверхностные связи, чтобы не чувствовать себя одинокой. То есть ты создаешь иллюзию, что ты не одинок, а у тебя поверхностные связи, ты не углубляешься сама по себе. И вот этот страх одиночества, потому что ты боишься остаться одна, да, и поэтому вот стремишься быть окруженной людьми, вот даже если эти отношения, они не приносят тебе истинного удовлетворения. Оттуда и абьюзивные отношения, которые ты притягиваешь, оттуда и, как говорится, мудаки, да, притягиваются, потому что ты не выбираешь ты на первое, как говорится, предложение, а встречи ты уже соглашаешься. То есть ты, вот как тебе сказать, ну это страх одиночества. Этот страх, он подталкивает тебя вот к поддержанию отношений, которые вообще не способствуют твоему росту, твоему счастью и так далее. И тройка кубков, она напоминает тебе о важности качества отношений, а не их количество, понимаешь? И еще по этой карте ты можешь чувствовать давление такое вот, соответствовать определенным стандартам и ожиданиям общества, да. И поэтому это мешает тебе быть настоящей собой. Это может касаться вот как внешнего вида, да, так и поведения или каких-то жизненных целей. Все хотят, и я хочу. Примерно так. И тройка кубков, вот в теневом, да, образе, она указывает на необходимость освободиться от этих ожиданий, чужих ожиданий, и начать слушать свои собственные желания и потребности. Понимаешь? Тебе нужно обратить внимание на свои цели в жизни, не на чужие, не на навязанные. Ты слишком сильно занята удовлетворением чужих ожиданий и потребностей, и забываешь о своих собственных. И это время для того, чтобы остановиться сейчас время, задуматься о том, что действительно приносит тебе радость, что действительно приносит тебе удовлетворение. И важно научиться говорить «нет» и заботиться о своих интересах, а не о чужих, чтобы обрести настоящее счастье, настоящую гармонию. И чтобы проработать эту теневую сторону, да, которую нам показала тройка кубков, это нужно в умеренности. Почему? Потому что умеренность, она учит нас баланс, да, гармонии, умению находить золотую середину вот в любых ситуациях. И умеренность, она вот поможет тебе научиться устанавливать здоровые границы и находить баланс между вот социальными взаимодействиями, да, и личным временем. Потому что истинное счастье приходит, когда мы учимся слушать свое сердце, исследовать своим истинным желаниям, а не только, когда вот стремимся удовлетворить ожидания других, да. Но ожидания других это могут быть, там, подруга говорит, а вот это не носит, да, например, а вот у той вот такой вот мужчина, а вот другая терпит побои от мужа, а вот другая, этот, как говорится, живет, он у нее пьет, но он же работает, пусть бьет, да. Вот примерно вот так вот, или там, как говорится, терпи, потому что вот все терпят, и ты терпи, да. А с чего ты должна что-то терпеть? Вот ответь мне в комментариях на свой вопрос, если ты не согласна со мной, то ответь мне, почему ты должна терпеть, если ты не согласна со мной. Да, вы же комментарии не любите писать, вы посмотрите, дальше пойдете посмотреть, как он какал сегодня. Вот, в итоге тройка кубков, она указывает, что твоему счастью мешают зависимость от одобрения окружающих, поверхностные связи, да, страх одиночества. И карта напоминает тебе о важности установления здоровых границ, о заботе о собственных нуждах и желаниях, понимаешь? А вот что произойдет, когда ты освободишься от этих теней, да, и начнешь слушать свое сердце, и какие новые горизонты счастья, какие новые горизонты твоего удовлетворения откроются перед тобой, мы узнаем в следующих раскладах. Поэтому подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, что дед всегда рядом. Дед фигни не посоветует. Ну, а мы с вами перейдем ко второму варианту. Итак, у второго варианта рыцарь кубков, он сам по себе, карта это про романтику, идеализм, да, стремление вот к мечтам, эмоциональное выражение и прочее, прочее, прочее. Но мы смотрим теневые стороны карты. Поэтому я вам напоминаю, потому что вы же любите по тайм-кодам, вы не слушаете там начало и так далее. Поэтому я вам опять объясняю. Мы смотрим тени. Тень – это то, что мы в себе не принимаем, стараемся не замечать, то, что мешает нам жить, но нам удобно, потому что мы в своем болотце, а выходить не хотим, потому что это наша зона комфорта. Итак, двоечки. Первая тень по этой карте, которая мешает твоему счастью, это чрезмерный идеализм, да, склонность к иллюзиям. Ты очень склон вот к идеализации, да, людей. И не только людей, но и ситуации. И это приводит к частым вот разочарованиям, когда вот реальность не соответствует твоим ожиданиям. И этот идеализм, я не знаю, есть такое слово или нету, но вы меня понимаете, да. Этот идеализм, он мешает тебе видеть вещи вот такими, какие они есть, да. Принимать их несовершенство мешает. И еще одна тень по этой карте – это избегание реальности, да, стремление убежать в мир фантазий, в мир мечтаний, одеть розовые очки и прочее, и прочее. Рыцарь кубков, он же символизирует стремление к романтике и красоте, но в теневом аспекте это означает, что ты предпочитаешь мечтать о прекрасной жизни, да, вместо того, чтобы активно работать над ее созданием. И это, конечно же, приводит вот к твоей пассивности, да, и отсутствию реальных действий для достижения своих целей. И ты, скорее всего, постоянно планируешь что-то делать, да, планируешь. Я скоро приду к вам в проживание, но ты ничего для этого не делаешь, да, не обязательно в проживании. Это вот я на примере комментариев под видео говорю. И вот ты откладываешь, откладываешь, там, ждешь, когда звезды сойдутся, а сегодня ретроградный Меркурий, а завтра там Плутон вовне, да, вовне. Вы поняли, да, какое слово я хотел сказать, и это далеко не созвездие Овен. Нет, это вовне. Вот так вот. И так же, ну, то есть ты постоянно мечтаешь, но не делаешь. У тебя куча планов, и некоторые ты даже начинаешь, но ты никого, ничего не заканчиваешь, потому что кладбище проектов, оно такое. Потому что ты мечтаешь о быстрых целях, как будто вот ты сегодня откроешь свое дело, а завтра тебе принесут миллион, и ты купишь себе, ну, миллион долларов, да, и ты купишь себе виллу какую-нибудь с видом на Тихий океан, на Атлантический или еще какой-нибудь. И будешь жить припевать, и добра наживать. Но для того, чтобы, как говорится, твое дело приносил денег, это нужно, как говорится, десятку жезлов пронести, да. Кто не понимает, то в основном на карте десятки жезлов, это человек, который несет много-много там бревен, да, так скажем, и несет. Вот, то есть берет на себя много. Так вот, а то портал кряхтения у деда открыт. Вот, добро пожаловать в мой мир, да. И рыцарь кубков, он еще может вот указывать на проблемы с твоей эмоциональной зависимостью. Ты можешь вот слишком быть зависимой, да, от своих эмоций, романтических идеалов. То есть ты насмотрелась, что вот сказка Золушка же есть, и там принц нашел ее по туфельке. А вот, кстати, мы часто в магическом чате общаемся про это. Извините, портал кряхтений. Вот, общаемся часто, и вот я не понимаю девушек, женщин и так далее, которые ждут, что к ним принц придет. А потом у меня когда-то, где-то год назад, такой пришел инсайт, да, что, а все воспитаны вот на этих сказках Золушка, да, там, и остальные вот эти все Белоснежка, там, и так далее, и тому подобное, да. Золушка, да, была, как говорится, вся в золе, копалась и так далее, обслуживала и так далее. И тут случилось чудо. Пришел принц, нет, сначала прилетела фея, да, сделала ее красивой. И за феей, как говорится, ну, после баллов и так далее, пришел принц, одел ей туфельку, и все хорошо. А знаете, как в жизни, вот реально, как в жизни принцы женятся? Вот, если взять, да, те времена, когда были короли и королевы и так далее, принцы женились на принцессах только. То есть на королевских кровей, на каких-нибудь там графинях и так далее, и тому подобное. Но они не искали по деревням свою Золушку. И вот эти вот романтические идеалы, навязанные вот такими сказками, ты ими и живешь. То есть вот я тебе объясню, если ты без желания к самопознанию, самореализации, да, вот ты просто вот стоишь на одном месте, как говорится, да. Ну, развиваться не хочешь, да, например, я не говорю, что ты такая, я просто говорю, вот развиваться не хочешь. Или ты хочешь, да, вот пошла, например, там, на развитие, там, не важно чего, да, но ты не закончила. И все ждешь принца, и придет принц, как ты думаешь, ответь мне в комментариях, пожалуйста. Вот ты, будучи принцем, выбрала бы Золушку, или ты все-таки выбрала бы подстать себе? Вот вы все, девочки, хотите как минимум подстать себе. А почему вы считаете, что принц хочет не подстать себе? Вот задайте себе вопрос. Понимаешь, о чем я говорю? И вот эти романтические идеалы приводят к тому, что ты забываешь вот о здравом смысле, так скажем, да, о рациональном подходе к вот жизни, не обязательно к принцу. И, конечно же, вот это все твои романтические ожидания, идеалы и так далее, это мешает тебе принимать взвешенные решения. Ты не видишь реальность такой, какая она есть. Ты живешь сказкой Золушка, а принц не придет, пока ты сама принцессой не станешь. Где твоя самореализация? Чтобы пришел самореализованно, еще раз повторяю свой вопрос. Ответь мне, пожалуйста, в комментарии. Ты, будучи бизнес-леди, вот прям вот ты бизнес-леди, состоявшаяся, вокруг тебя такие принцы ходят, да? Ну, потому что ты сама вот принцесса, ты сама выберешь, как говорится, вот из-под моста возьмешь бомжа или из деревни тракториста. Я не обесцениваю трактористов, я просто тебе пример привожу, понимаешь? Вот, а ты ждешь такого, что к Золушке без самореализации приедет принц, а ты сама бы так сделала? Давай честно ответь. И по этой карте еще вот один аспект, который мешает твоему счастью, это склонность к избеганию конфликтов и трудностей. То есть ты предпочитаешь избегать каких-то сложных ситуаций, проблем, и надеешься, что они разрешатся сами собой. И также у тебя из-за этого кладбище проектов, понимаешь? И рыцарь кубков, он напоминает тебе вот о важности активного подхода к жизни, необходимости решать проблемы, а не убегать от них. Ни один бизнес, да, ни одно какое-то дело, ни одно какое-то начинание не бывает без проблем. Бывает без проблем, которые ничего тебе не принесут. И вот очень важно рассмотреть еще влияние романтических вот этих идеалов и ожиданий на твое счастье. Ты вот чувствуешь вот это давление соответствовать определенным стандартам, определенным там ожиданиям в отношениях, да, и это мешает тебе быть настоящей собой. И это касается там твоего поведения, твоего ожидания от партнера. А рыцарь кубков, да, в теневом, он указывает на необходимость освободиться от этих идеалов и вот начать слушать свои собственные желания, свои собственные потребности, а не навязанные какие-то идеалы из сказок, от подруг, от родителей и так далее, от окружения, понимаешь? И еще тебе нужно вот обратить внимание на свои истинные чувства, истинные потребности. Ты слишком занята идеализацией своих отношений, да, своих партнеров, я имею в виду, забывая о собственных потребностях, забывая о собственных желаниях, понимаешь? И пришло время вот для того, чтобы остановиться и задуматься о том, что действительно приносит тебе радость. Важно научиться видеть реальность такой, какая она есть, и принимать ее со всеми ее вот этими несовершенствами. Эту теневую сторону в аркане справедливость можно проработать. Кто в проживании аркана? Потому что справедливость нас учит балансу, да, объективности, умению принимать взвешенные решения. И так же в императоре можно проработать. А справедливость, она поможет тебе научиться различать идеалы и реальность, а так же принимать взвешенные и обоснованные решения. Ну и немножко императора, да, можно задеть. Истинное счастье, моя юная двоечка, приходит, когда мы учимся видеть реальность такой, какая она есть, принимая все ее несовершенства, да, но находя красоту в настоящем моменте, понимаешь? В итоге мешает твоему счастью чрезмерный идеализм. Жизнь в сказке «Золушка», да, избегание реальности и эмоциональная зависимость. Важно видеть реальность такой, какая она есть. А вот что произойдет, когда ты освободишься от этой тени, да, когда ты начнешь видеть мир в его настоящем свете, и вот какие новые горизонты счастья твоего удовлетворения откроются перед тобой, мы посмотрим в следующих раскладах. Поэтому подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, и помни, что дед у тебя всегда рядом. Ну а мы с вами переходим к третьему варианту. Двойка Пентакли у троечек. И напомню еще раз для тех, кто любит по тайм-кодам, да, нажимать, кто полностью ничего не слушает. В общем, троечки, если вы сейчас перешли по тайм-коду, то сразу скажу, вы много важного уже пропустили. Но я вам объясню, тень – это то, что мы стараемся не замечать в себе, то, что мы в себе прячем, то, что мы не признаем в себе. Поэтому мнительные и эгоистичные люди вам дальше будет неинтересно, потому что тень – это какашечки в нас. Итак, двойка Пентакли, да, помним, да, это баланс, многозадачность, гибкость и так далее. Но мы смотрим теневые аспекты карты. И первая тень по этой карте, что вот мешает нашему счастью, да, это постоянное стремление к балансу и многозадачности, да, которое приводит к вашей перегрузке, приводит к стрессу. Ты пытаешься вот жонглировать, как говорится, слишком многими задачами одновременно. Ты сразу за все берешься, и, соответственно, это мешает тебе сосредоточиться на важных аспектах жизни, да, наслаждаться моментами счастья, покоя. Тебе мешает, потому что ты сразу все на себя взвалила. Вот эта постоянная занятость и многозадачность, они истощают твои силы. И это приводит, соответственно, к выгоранию, да, к чему вы хотели. Дедушка скажет, что это приводит к тому, что ты много-много поумнеешь. Нет. Много на себя берешь, а не постепенно, да, то ты просто выгораешь, а не счастливый становишься. И еще одна тень по этой карте – это страх перед изменениями, да, и необходимость постоянного контроля. Потому что у нас двойка пентаклей же про гибкость и адаптивность, да, но в ее теневом аспекте это означает, что ты боишься потерять контроль над ситуацией, да, стараешься удерживать все под контролем. И, соответственно, что происходит? Это мешает тебе принимать какие-то новые возможности, да, новые риски, которые могут привести к росту и развитию. А страх перед изменениями, он удерживает тебя в зоне твоего комфорта, не позволяя двигаться вперед. И не пиши мне, пожалуйста, в комментариях, чтобы быть в зоне комфорта, нужно сначала в нее зайти. Так пишут только люди, которые даже не знают, что такое зона комфорта. Зона комфорта – это то состояние твоей жизни, да, вот когда вот тебя все устраивает, и ты не хочешь ни лучше делать, ничего не хочешь делать, да, тебя устраивает все так, как есть. То есть сидеть в своем болотце, хотя через один метр у тебя океан, но тебе кажется, что океан недостижимый, да? Зачем в океан, когда тебе в болотце удобнее? Так, опять портал Дедушкин открыт, кряхтение, поэтому давайте дальше. Двойка Пентакли у нас. Еще она говорит, что это проблемы с принятием решений, да, и даже неуверенностью в своих действиях. То есть ты чувствуешь, что постоянно находишься вот в этом состоянии выбора, да, между различными вариантами, и ты не можешь определиться, вот какой путь выбрать. И это вот в голове создает ощущение нестабильности и тревоги, и мешает тебе наслаждаться жизнью в моменте. Чувствовать себя уверенно ты тоже не можешь, потому что ты не можешь определиться. И туда хочется, и туда хочется, и сюда хочется, и так далее, и тому подобное. А не выбираешь ничего. И еще один аспект по этой карте, да, который может мешать твоему счастью, это недостаток времени для себя. Постоянная вот эта занятость, да, стремление жонглировать сразу всеми аспектами своей жизни, они приводят к тому, что ты забываешь о собственных потребностях и желаниях. И, соответственно, что происходит? Ты счастлив? Нет, конечно. Это мешает тебе находить радость, наоборот. Мешает тебе получать удовлетворение от простой повседневной жизни, да? Как говорится, от быта. И вот важно научиться уделять время себе и своим интересам, чтобы сохранить вот этот внутренний баланс и гармонию. И также важно еще, знаешь, на что обратить внимание, вот, на внешние ожидания, да? Ты вот можешь чувствовать, да, что должна соответствовать определенным стандартам и ожиданиям от общества, от близких людей и так далее. И это мешает тебе быть по-настоящему собой. Это может касаться как там профессиональной деятельности, да, так и личной жизни тоже может касаться, да и вообще взаимосвязь с окружающими. Двойка Пентакли, вот, в теневом аспекте, она указывает на необходимость освободиться от этого давления, понимаешь? Начать слушать свои собственные желания, свои собственные потребности. И она подсказывает, что тебе нужно научиться принимать изменения и быть более гибкой, гибкой вот в своих подходах к жизни, понимаешь? Ты слишком сосредоточен на вот этой жонглировании, да, удержании контроля, да, поддержании стабильности. И это мешает тебе принимать новые какие-то возможности, новые какие-то риски, которые, да, приведут там к миллиарду долларов. И это сейчас вот наступит время того, чтобы научиться отпускать контроль и разрешить жизни идти естественным образом, понимаешь? Проработать эту тень, ну, которую Двойка Пентакли показала, это можно в колесе фортуны. Потому что колесо фортуны, оно же учит нас вот принимать изменения, перемены, да, как естественную часть жизни. Колесо фортуны помогает нам вот быть более гибкими, открытыми к новым возможностям. Вот позволяя вот событиям разворачиваться так, как они должны быть. Поэтому проработать это можно в колесе фортуны, если ты есть в проживании. Потому что истинное счастье, оно знаешь, когда приходит? Когда мы учимся принимать изменения и отпускать контроль, доверяя потоку жизни, да, и находить гармонию не когда-то там, а вот в каждом моменте, который сейчас. Не жить каким-то прошлым и так далее и тому подобное. только в моменте. Только у нас есть только сейчас. У нас нет завтра. Оно еще не наступило и неизвестно, наступит ли. У нас уже нет вчера. Оно прошло, его не изменить. У нас есть сейчас. Только сейчас. Вот ты смотришь расклад, и он у нас есть. Даже неизвестно, через час у нас будет через час или не будет. Понимаешь? Ты смотришь в моменте. Будь счастлива. Будь счастлива, как говорится, в моменте. Прямо сейчас. В итоге вот двойка пентаклей, да, какие нам тени показала, которые мешают твоему счастью. Перегрузка. Какие там были. Страх перед изменениями. Недостаток времени для себя. И она, карта эта, да, напоминает нам о важности гибкости, да, умение принимать изменения. Чтобы вот найти баланс, найти гармонию, найти счастье сейчас в жизни. Хочешь узнать, что произойдет, когда ты освободишься от этой тени? И вот начнешь принимать вот эти изменения с легкостью. Хочешь узнать? Подписывайся тогда на канал. Жмякай на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления в следующих раскладах. В следующих раскладах. Потому что, посмотрим, сейчас уже все. Портал кряхтения закрыт. И помни, что дед у тебя всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин